13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает руководитель фракции «Справедливая Россия» в областном законодательном собрании. Фёдор Сураев. Фёдор, добрый день. Здравствуйте. Надо уточнить нам сразу же, вот прямо с места, будут ли участвовать представители партии «Справедливая Россия» в это воскресенье, в митинге против мусорной реформы, который организует руководитель городской совет старших по домам. Потому что вот только что у нас был в дневном развороте Валерий Семенищев, руководитель городского совета старших по домам, и сказал, что во все партии, исключая «Единую Россию», они послали приглашение. Ну, я уточнил в аппарате партии, там на самом деле тоже получили приглашение. Они направили запрос на получение разрешения на проведение данной акции. То есть, если эта акция будет согласована с администрацией. Она согласована уже. Согласована. Ну, соответственно, мы в свою очередь тоже примем участие в этой акции. И тоже, наверное, будем. Возможно, там буду я, возможно, кто-то ещё. Поддерживать, поддерживать эту акцию. Ну, собственно говоря, что касается мусора, то требования, как мы выяснили, у организаторов одно. Организаторов одно. Вернее, два, касающиеся мусора. Пересмотреть тариф и перевести его с расчёта с квадратного метра на человека. И второе. Очень волнует ситуация с тарифами на мусор в частном секторе. Что касается «Справедливой России», вот вопросы по мусорной реформе. Какие возникают сейчас? Ну, на самом деле, от избирателей поступает множество опросов, в том числе, вот как раз из сельской местности. Люди, конечно, в недоумении, почему у них такой большой тариф. В некоторых районах он рассчитывается тоже почему-то с квадратного метра, хотя должен рассчитываться с человека. И люди говорят о том, что они вообще, у них безотходное производство, а то, что у них есть, они сжигают в печах, потому что у них печное отопление. Ну, на что там есть, так скажем, некоторые разъяснения на этот счёт. И говорят о том, что сжигать пластик в печах нельзя, что это запрещено. Поэтому весь мусор, который там, пластик или ещё какой-то, который зарезняет окружающую среду при сжигании, должен быть, так скажем, сдан и захоронен. Ещё один вопрос, который возникает по мусорной реформе, и, может быть, вы его поясните. Это вопрос, который касается юридических лиц. В частности, в нашем эфире на прошлой неделе в программе «Особое мнение» Роман Титов, вице-спикер ОЗС, ваш коллега, сказал, что это просто вопиющая история, я его цитирую, по нормативам на юридических лиц. Потому что у нас ведь есть стадионы, по которым считается с места, а мы прекрасно понимаем, что многие стадионы зимой не работают. Вот, откуда взялись такие космические нормативы, говорит он, могу сказать, они взялись во многих регионах методом полпалец-потолок. Ну, собственно говоря, ещё одна новость по юридическим лицам, которая пришла, это расчёт, например, по библиотекам, где тоже от посадочных мест начисляется тариф. И библиотеки говорят о том, что им не потянуть такие огромные цифры. Кроме того, следующая история, которая возникает, это расчёт по магазинам, например, в районах, которые тоже заявляют, что если они будут платить вот эти цифры, они там в разы и даже в десятки раз получается больше, вот общая сумма, которую за вывоз мусора они должны будут платить, что лучше закрываться сразу, потому что не потянут такие тарифы. Ну, я не понаслышке знаю об этой проблеме, потому что, как руководитель розничной сети, тоже нам пришли вот эти вот расчёты, которые по нормативам, да, и они действительно в десятки раз больше, чем мы в действительности сдаём мусора. Вот, ну, всем этим организациям я, конечно же, рекомендую покупать собственные контейнеры и сдавать мусор по факту, то есть заключать дополнительные соглашения с предприятием, которое будет этим заниматься, вот, и, то есть, утилизировать мусор по факту. А законодательство это позволяет? Да, да, законодательством это предусмотрено, мы уже заключили такие договоры и будем, как раньше, у нас есть свои контейнеры, и будем сдавать по факту, сколько мы накопили, столько издали, за столько заплатили. То есть все магазины, предприятия, библиотеки, стадионы могут заключить такие договоры и сдавать мусор по факту? Да, да, только для этого они должны приобрести собственные контейнеры и установить их в специальное место. Но, тем не менее, как минимум вы, как член партии, на митинг пойдете 17-го числа. Да, я думаю, да. Понятно. Давайте мы сейчас с вами перейдем еще к одной очень интересной новости. Буквально сегодня утром ее озвучивали все федеральные СМИ, а сама она вышла вчера в газете, в российской газете. Большая публикация была «Рынок едет к нам» под заголовком «Минпромторг намерен вернуть на улицы российских городов палатки и ларьки». И здесь было интервью с господином Евтуховым, который является заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации. Очень интересный тренд наметился. На 180 градусов практически «Минпромторг» разворачивается. Мы помним прекрасно всю войну с ларьками, которая прошла по всем городам, включая город Киров. Что говорит Евтухов? Что одних только автолавок в стране с подачей «Минпромторга» может появиться не менее 50 тысяч. Все в нашей жизни, говорит, он меняется и трансформируется, и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами, и сделать все красиво, удобно и комфортно для потребителей. Наши крупные торговые сети занимают 30-40% рынка, но сегодня производители, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов. Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. Вы почитали этот материал? Да. Показался ли он вам интересным? Ну, конечно, он интересный. Я думаю, что если будет принято такое решение, это будет неплохим подспорьем для малого и среднего бизнеса, потому что им сейчас порой действительно очень сложно попасть на полочное пространство, особенно в федеральных сетях. И фактически у них нет площадки для реализации собственной продукции, поэтому я думаю, это будет только в плюс. Для вас, как для предприятия, какие-то изменения настанут в связи с тем, что Минпродторг планирует? Я думаю, нет. Рынок молочной продукции, он немножечко другой. Он, так скажем, ярмарочная торговля там не совсем подходит для молочной продукции, поэтому я не вижу тут никакой проблемы и там каких-то угроз и конкуренции на этот счет. А есть ли какие-то опасности вот в этом новом тренде? Потому что ведь основная претензия к ларькам, которые сносились, были как раз в том, что они не соответствуют санитарным нормам, нарушение трудового законодательства идет, они не украшают город вообще. Есть ли здесь вот какие-то опасности, которые вы видите? Ну, ларьки и ларькам рознь, как говорится, потому что вот с чем мы боролись, это вот такие небольшие ларьки, которые торговали пивом, сигаретами и часто очень продавали это все несовершеннолетним. С этим явлением, я думаю, нужно бороться и сейчас. А если организовать какие-то ярмарки, допустим, или торговые павильоны, где будет все, как сказал министр, чисто и красиво, я думаю, это будет очень понравиться жителям нашего города, и они с удовольствием будут посещать такие мероприятия. А понравится ли это сетям? Ну, я думаю, у них не будут спрашивать. У них не будет выбора. Да, да. Еще, что касается торговли, я сейчас отталкиваюсь от новости, которые публиковали наши коллеги на портале БН Киров, это бизнес-новости. Они приводят вашу цитату, говорят о том, что производители молока ожидают повышения закупочных цен на молоко. Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали вот это повышение закупочных цен. Почему, с вашей точки зрения, произойдет? Почему вы его прогнозируете? И как это скажется на конечном потребителе? Ну, я не совсем его прогнозировал. Я говорил о том, что они ожидают. То есть им хотелось бы повышение цен, потому что у них выросли затраты. Производители молока, то есть сельхозпредприятия конкретно. То есть им хотелось бы цену на сырое молоко сделать немного выше, потому что сейчас они, ну, так скажем, на грани рентабельности. Сколько они составляют сейчас закупочные цены? Ну, у всех по-разному. У нас базовая цена 22 рубля без НДС. А так, если в пересчете на белок и жир, некоторые сельхозпредприятия получают от нас порядка 25-26 рублей за литр молока. Я считаю, что это вполне нормальная цена. Вот. И на самом деле я пока предпосылок для повышения цен не наблюдаю. А почему же сельхозпроизводители ожидают или просят или требуют? Как они проявляют вот это свое желание повышения закупочных цен? Лоббируют, может быть, где-то? Ну, они так пока об этом говорят, просто. И связывают они это с чем? Ну, с увеличением своих затрат. То есть у них увеличились затраты, у них снизилась маржинальность, и, возможно, это не позволяет им развиваться теми темпами, которые они планировали. Вот. И им хотелось бы цену видеть немного выше. В случае, если эта цена поднимется, кто вообще может регулировать цену закупочную на молоко? Рынок или какие-то структуры? Пока это рыночное регулирование, то есть никаких указаний сверху по ценам нет. И рынок пока не реагирует на желания производителей молока. Прервемся на полминуты. Напоминаю, что в эфире программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает Федор Сураев. Да, действительно, «Особое мнение» в эфире. Оно продолжается, и его продолжает высказывать руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Кировской области Федор Сураев. Давайте перейдем к законопроектам, которые готовит ваша фракция к ближайшему заседанию областного законодательного собрания. Напоминаю, в конце каждого месяца и ОЗС собирается, и Городская дума. Но мы сейчас говорим об ОЗС. Сразу три проекта вы готовите. Два из них, они такого федерального уровня, которым вы высказываете поддержку. Один – региональный. Давайте начнем с регионального. Давайте. Об ограничении ввоза на территории Кировской области мусора из других регионов. Чего это «Справедливая Россия»? Вдруг озаботилась ввозом на территорию Кировской области мусора из других регионов. Разве есть такая опасность? Ну, на самом деле опасность такая есть, потому что, в частности, в республике Коми есть такие настроения, и у них разговоры на самом высоком уровне о том, чтобы из некоторых южных районов вывозить мусор на территорию Кировской области для захоронения. И я так думаю, что разговоры между нашими регионами будут проходить по этому поводу. Поэтому мы хотели бы, так скажем, нашу позицию по этому поводу обозначить. Упреждающие шаги такие сделать. Да, упреждающие шаги. Но, к сожалению, у нас пока не получилось, потому что прокуратура Кировской области выдала негативное заключение на наш законопроект. Нам сказали, что, ну так, если в общих чертах, что это не полномочия субъектов Российской Федерации устанавливать такие ограничения. То есть там регулируются немножко другими структурами. Да, вот передо мной прямо сейчас лежит заключение на законопроект, который внесен в вашей партии от прокуратуры. Это заключение передано председателю законодательного собрания Кировской области господину Быкову, и в ходе правовой экспертизы они как раз и говорят, что проект не может быть принят законодательным собранием Кировской области в представленном виде, поскольку его положение противоречит требованиям законодательства. Это очень интересно. Судя по всему, точно такое же положение действует и в Архангельской области, которое явилось таким эпицентром распространения народного недовольства и протеста против вывоза мусора из одних регионов и захоронения их в другом. В Архангельскую область из Подмосковья собирались везти мусор. Везут. Стали строить полигоны или планируют строить полигоны. Люди стали выходить на митинги, и эти митинги стали всероссийскими. Почти 30 регионов минувшие выходные в поддержку Архангела Городцев вышли и митинговали, в том числе и против таких процессов. Ожидаете ли вы, что все-таки должна последовать какая-то реакция от властей и властей какого уровня на вот такой народный протест? Ну, я все-таки надеюсь, что наше руководство области нас услышит, потому что это не только наше личное мнение, а действительно мнение большинства, я считаю, жителей нашей области, и они нас в этом поддержат. Я надеюсь на то, что межрегиональных соглашений подобных подписано у нас не будет, и в нашу область для захоронения ниоткуда мусор не повезут. Вот я слышу уже здесь противоречия. Вы говорите, вы надеетесь, что кировские власти услышат народ и не подпишут межрегиональные соглашения, а прокуратура говорит, что это не региональный уровень. Ну, там согласен с прокуратурой. Это, конечно, так скажем, неполномочия субъектов Российской Федерации законодательной. То есть законодательное собрание не может принять подобный законопроект. Но это полномочия именно руководства регионов. Правительства. Правительства, да. То есть может быть подписано межправительственное соглашение об этом между двумя регионами, и, так скажем, начаться такие процессы. И даже вот с таким отрицательным заключением прокуратуры на ваш законопроект вы пойдете все равно с ним на ОЗС? Или в какой форме вы будете вот этот вопрос поднимать на областном законодательном собрании? Ну, его из-за отрицательного заключения не включили в повестку дня на ближайшее заседание. А у нас есть там еще пятиминутки какие-то, где можно озвучить какие-то вопросы? Я вот давно не была на ОЗС. Ну, так скажем, есть такая возможность. То есть как можно поднять на ОЗС этот вопрос? Есть такая возможность. То есть можно взять, условно говоря, пять минут и в конце, так скажем, выступить со словами с определенными. Но это не будет, так скажем, вопрос для голосования. То есть можно просто обозначить какую-то позицию, но без голосования. И тогда как справедливая Россия, Кировская, собирается двигаться с этим законопроектом или с этой инициативой дальше? Ну, я думаю, как раз мы как минимум выступим, чтобы наше мнение было услышано. Вот, надеюсь, там будет присутствовать и губернатор, и он прислушается к нашему мнению. Федор Сураев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в ОЗС Кировской области, сейчас высказывает свое особое мнение. Вы, Федор, сказали сейчас, что вы считаете, что большинство населения Кировской области вас поддержит в этой инициативе, то есть запретить ввоз мусора из других регионов на территории Кировской области. Ну, это ваше личное мнение или вы какие-то опросы провели, исследования? Ну, пока мы опросы не проводили, это, конечно, личное мнение, но я почему-то уверен, что никто не захочет принимать чужой мусор у себя дома. Вы же не захотите принимать мусор от соседей, если он принесут соседей. А я уверена, что найдется достаточное количество кировчан, которые скажут, ну, ребят, можно на этом заработать неплохо. Привозите, это же строительство полигонов, деньги за прием этого самого мусора. Нет, заработать, наверное, тут не совсем получится. Если бы у нас была организована сортировка и переработка, тогда, да, можно было на этом заработать. Есть такие примеры, в частности, там, в Европе, когда в Швейцарию привозится мусор из Дании, вот, и они платят им за это деньги, потому что... Швейцария платит Дании деньги, покупает мусор в Дании. Да, покупает мусор, потому что они фактически весь свой мусор уже переработали, и у них на таком уровне это все организовано, что им, собственно, мусора не хватает уже мощности, каким-то образом нужно загружать, потому что много и сортировочных, и переработки много. У них даже автобусы, как и в Швеции, на мусоре ходят, там специально стоят такие генерирующие установки, которые вот заставляют двигаться автобусы на энергию от переработанного мусора. Да, есть такое, там, делается биотопливо, есть отходы в переработке, и потом пускается, и в том числе на общественный транспорт. А может быть, имеет смысл тогда справедливой России все-таки вернуться к изучению народного мнения? Или пока достаточно, вот вы видите реакцию людей, выходящих на митинги, в частности, вот прошедший митинг как раз против этого был, и еще в марте планируют активисты тоже проводить митинг? Ну, мы видим реакцию населения на такие процессы, и все-таки надеемся, что нас услышит руководство нашего региона. Хорошо, перейдем к следующим законопроектам, которые справедливая Россия в Кировском ОЗС будет поддерживать и продвигать. Они федеральные, но очень интересные. Первый законопроект про бесплатный стакан молока школьника младших классов. Вот когда такое читаешь, кажется, что, ребята, ну что вы, какой бесплатный стакан молока школьникам младших классов, когда мы слышим по всей стране отклики, что в некоторых регионах и в глубинках особенно дети там падают в обмороке голодные. Правда, потом чиновники это все опровергают напрочь, а вы тут хотите стаканом молока спасти. Но вообще, если у вас есть дети, и дети питаются в школьных столовых, то вы за последние десятилетия видите деградацию этих столовых в полном объеме. Там в связи с тем, что нужно держать социальную цену, а цены на продукты давным-давно выросли в разы, то уж как могут, так и обеспечивают питанием. Спасет ли тут стакан молока школьника младших классов? Ну, в этом законопроекте не только стакан молока, там нормы по внедрению учреждения образования и бесплатного молока, и кисломолочной продукции, и плюсом соков прямого отжима. То есть для того, чтобы питание ребенка было полноценным, его предлагается таким образом забалансировать, потому что эти продукты очень важны, питательны и полезны для детского организма. И я все-таки надеюсь, что этот закон поддержат, потому что его подписали и руководители, и представители всех партийных фракций в Государственной Думе, и направили в Единой России. И там представитель Единой России тоже был, да. Что значит бесплатный стакан молока, кисломолочного продукта или сока? Для кого он будет бесплатный? Для всех, школьников. Для школьников. Из каких денег покрывать такие затраты? Там написано из консолидированного бюджета Российской Федерации. То есть, скорее всего, это будут федеральные средства. Скорее всего, или чего мы требуем? Посчитали ли вы затраты в Кировской области на этот бесплатный стакан сока, молока или кисломолочного продукта? Там посчитаны в рамках всей России порядка 47 с небольшим миллиардов рублей в год. Я считаю, что подобные цифры для бюджета Российской Федерации вполне подъемные, и можно организовать таким образом питание для школьников. Когда возникают такие большие проекты с федеральным обеспечением денежным, то всегда закрадывается сомнение, что эти проекты будут в полной мере в правовом поле обеспечены. Потому что, когда есть большие госконтракты, всегда есть коррупция. Вас не волнует этот вопрос? И не является ли это каким-то лоббистским со стороны производителя молока законопроектом? Меня на самом деле очень волнует этот вопрос в том плане, что и сейчас у нас в госзакупках, и в том числе для детского питания, очень много недобросовестных производителей, которые фальсифицируют свою продукцию. И основным условием для того, чтобы выиграть госконтракт, это дать наименьшую цену. Мы считаем, что подобные правила неприемлемы, их нужно менять. Мы уже готовим поправки к федеральному закону, который будет изменять эти правила. И основным правилом будет это, так скажем, добросовестный производитель и добросовестный поставщик. Вот. Ну, там есть определенный момент, и если... Это касается всего детского питания. Всего детского питания и всех продуктов, и не только молочных. Вот. То есть мы такой, так скажем, масштабные такие изменения готовим, потому что ни в Минсельхозе, ни в ЗАГС Собрании нам пока не хотят помочь в этом вопросе. В Кировских, да? Да. Поэтому мы самостоятельно решили взять на себя такую ответственность и готовим все эти изменения самостоятельно. Ну, я помню еще и своего детства. Уж не знаю, как в вашей школе, но в нашей школе бесплатный стакан нацидофилина всегда был. Прервемся сейчас. На полторы минуты у нас реклама. И продолжим разговор в программе «Особое мнение» с руководителем фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Кировской области Федором Сураевым. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает Федор Сураев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в областном законодательном собрании нашего региона. Еще один законопроект, который поддержан отделением «Справедливой России» в Кировской области, это федеральный законопроект о мерах поддержки учителей. И он тоже будет озвучен на ближайшем заседании ОЗС. О чем этот законопроект? Какие там ключевые, важные рейперные точки? Этот законопроект, прежде всего, направлен на улучшение качества жизни людей, которые занимаются образованием. И там порядка 20 пунктов, насколько я помню. И все они, так скажем, почти все они материальные. То есть это хотят увеличить зарплаты учителям, сделать их, так скажем, на основе уровня средней заработной платы по региону. Вот не менее. Потом хотят дополнительные, сделать и надбавки молодым учителям по 25% к окладу. Сделать дополнительные, не дополнительные, а продленные отпуска. И долгосрочные отпуска по истечению 10 лет непрерывной работы. И в том числе хотят сделать бесплатное санаторно-курортное лечение. Вот, я хотела сказать, что неплохо бы нашим учителям проходить санаторно-курортное лечение. Да, то есть там еще предоставление жилья для учителей в сельской местности. Потом ежевременная выплата тоже для учителей в сельской местности. Потом выплата учителям, которые только что закончили учебное заведение, пошли учиться по своей специальности. Ну и много чего еще. То есть порядка 20 пунктов и все направлено. А, и в том числе досрочный выход на пенсию по старости. Кто производил расчеты по этому законопроекту? Велики ли затраты в Российской Федерации вот на такие льготы учителям? Не знаю, производились ли расчеты и каковы будут затраты. Сложно сказать. Там не указано финансово-экономическом основе. Почему тогда инициатива такая возникла? То есть объяснение и что под этим законопроектом? В связи с чем вдруг решили? И так ведь в связи с майскими указами президента и первыми, и вторыми, по учителям заявляется, что повышаются ставки, обеспечиваются те или иные льготы. Ну, наверное, власти все-таки понимают. Ну, не то что власти, а именно представители партии понимают о том, что на сегодняшний момент уровень жизни учителей достаточно низок, и они хотят перевести эту профессию в уровень, так скажем, такой достаточно привилегированный, что ли, для того, чтобы и в сельской местности было кому учить детей, потому что сейчас с этим очень большая проблема. Ну, и вообще сейчас не так много народу желает после окончания института идти работать педагогом, потому что понимают, что зарплаты очень маленькие, и уровень жизни тоже невысок. Но я, к сожалению, не ознакомилась с этим законопроектом, не знаю, какие цифры и заложены ли там действительно цифры, но я понимаю, что может возникнуть какой-то противоречий или вопрос в связи с тем, что, правда, действительно есть программа, есть майские указы, по которым постоянно отчитываются, что они выполняются. И меня тут больше, Федор, тревожит другой вопрос на самом деле. Вот мы говорим о том, что нужно среднюю зарплату учителя, например, в Кировской области, я могу ошибаться, но, насколько мне помнится, она где-то 22 тысячи составляет, привести к уровню средней зарплаты по региону, а она тоже такая 26, где-то 28, я не помню, сколько стоит, это не так много на самом деле получается. Трудно говорить в нынешних обстоятельствах с нынешними ценами и с новыми затратами, в том числе и с мусорными, о которых мы говорим, о том, что это выведет профессию учителя, такое повышение, в привилегированный класс. Это мое мнение. Как вы думаете? Там очень много на самом деле различных льгот и добавок к заработной плате, и там, если там все посчитать, у них такая приличная сумма получается и выше, чем средняя зарплата будет по региону. Но вот цифра, о которой вы говорили, там, то, что 22 тысячи, сейчас средняя зарплата, ну, не знаю, приведите мне учителей с зарплатой 22 тысячи, ну, это, не знаю, может быть, статистика, не более, а статистика, мы сами знаем, что средняя температура по больнице, которая не показывает, так скажем, настоящие картины происходящего. Поэтому я бы не стал на нее ориентироваться. Учителя у нас сегодня получают, ну, не более 20 тысяч, а порой и менее. Вот что касается еще учителей, и насколько комфортно и удобно работать в этой профессии, в выходные дни разгорелась очень серьезная дискуссия в соцсетях, и опубликовали многие СМИ региональные, даже федеральные обсуждения. Письма, которое издало Министерство образования Кировской области, направленное к директорам школ. Уважаемые коллеги, пишет министр образования Кировской области Ольга Рысева, все вопросы и предложения от СМИ, связанные с проведением фото- и видеосъемки на территории подведомственной организации Министерства образования Кировской области необходимо решать через официальный письменный запрос в пресс-службу правительства Кировской области. Запрос должен быть подготовлен редакцией СМИ на фирменном бланке, где указано, с какой целью, где и когда будет использован материал, срок рассмотрения запроса до 7 дней, в связи с чем запросы необходимо направлять заранее. Аналогичный порядок, это второй абзац, аналогичный порядок работы должен быть в случае, если у вас или ваших сотрудников хотят взять интервью либо запрашивать любую письменную информацию о деятельности организации. Размещение публикации и интервью допустимо только после согласования запросов в установленном порядке. То есть мы снова отсылаемся на официальный запрос в Министерство образования Кировской области и срок рассмотрения запроса до 7 дней. Это письмо опубликовали наши коллеги из Богородского на соответствующем сайте, и оно очень так активно разошлось и обсуждалось. Я пока не буду приводить мнения, которые возникли вокруг этого письма. У вас первое ощущение по тексту этого письма какое? Ну, больше, наверное, негативное, потому что, ну, одно дело там фото-видеосъемка, это ладно, можно еще понять, да, на другое дело давать комментарии. У нас, в принципе, так скажем, заявляют о том, что правовое государство и свобода слова, а тут людей ограничивают. Они же работают не на режимных объектах, у них нет там степени секретности какой-то. Почему им запрещается разговаривать со СМИ, для меня лично непонятно. Надо сказать, что, значит, это письмо Министерства образования не имеет правовой силы, потому что в выходные дни об этом заявило Управление массовых коммуникаций правительства. Они свой отклик вот этот напечатали. Это инициатива Министерства, документ не имеет правовой силы и не является правовым актом. Его характер рекомендательный. Пояснили в управлении, уточнили, что документ не может стать основанием для воспрепятствования получения информации представителям СМИ. Вроде бы все понятно. Рекомендательный характер. Ну, вы как думаете, как директора и учителя на него отреагируют? Ну, то, что касается... Их, конечно, нужно спросить, да? Понятно, но вот... Нет, то, что касается госучреждений, рекомендательный характер, это значит к исполнению. Вот в моем понимании, да? И то, что если кто-то, так скажем, из руководства или там учителей нарушит вот данные требования, я думаю, что к ним последуют определенные санкции, не очень хорошие, поэтому... Не знаю, тут сложно, конечно, оценить эту ситуацию. Но мы же понимаем, вот если мы берем подачу правительства в той или иной степени, заявленную в том числе и в комментариях к разным постам, они прежде всего говорят, что нужно защитить детей, да, от вот таких посягательств со стороны СМИ или не СМИ, потому что понятно из этого письма, что нужно удостовериться, что это действительно СМИ, а не кто попало там, проникает в эту школу. Здесь вот ясно. С другой стороны, есть закон, который защищает детей и их родителей от таких посягательств. Но и все-таки также писали в комментариях, что надо ведь кого-то наказать, кто допустил в школу вот этих людей, которые берут тут комментарии без разбору и фотографии делать. Честно говоря, меня единственный момент здесь волнует, потому что СМИ там знают, как бороться с какими-то запретами и прочее. Есть законодательная база для этого, с трудом, конечно, в последнее время, но тем не менее. Учителя, которых вы защищаете вот своим законопроектом, чувствуют себя часто не очень уверенными, на мой взгляд. И да, действительно, как вы отметили, это государственные служащие, и они должны подчиняться. Вот общий фон такой моральный, мне кажется, надо бы тут тоже об этом подискутировать. Нет? Это такое, знаете, такое ощущение, что еще этим прихлопнем сверху. Но это мое только ощущение. Ну, я считаю по этому поводу, что это лишнее закручивание гаек каких-то, и давление, и моральное, в том числе на учителей, я считаю это излишним. Но с другой стороны, опасения, опасения Министерства образования, они тоже ведь, да, в принципе, имеют под собой какие-то основания. Ну, имеют. Я еще раз повторяю, что вот насчет там фото-видеосъемки, я, в общем-то, согласен, да, что это должно быть, так скажем, не спонтанно, а именно через запрос идти, если кто-то хочет попасть на территорию школы. Но взять комментарии у учителя там по телефону, или там, не знаю, выйдет она за пределы школы, я не вижу в этом никакой проблемы. И почему они хотят это ограничить, для меня непонятно. Федор Сураев, это его особое мнение мы сегодня слушали. Спасибо вам, что вы к нам приходите. Хорошего дня. У микрофона сегодня работала Светлана Занько. Программа завершена. Особое мнение на 101FM